Музыка Подведены итоги 10-го Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Торжественное мероприятие состоялось на сцене Тихинского дворца культуры. Со словами приветствия выступил глава администрации Тихинского района Константин Борисович Полнов. Искренне рад вас приветствовать в нашем древнем городе, городе, известном не только своими историческими традициями, но и культурными традициями. Для вручения наград лауреатам конкурса на сцену вышли вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Николай Петрович Емельянов и председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Борисович Богуш. Я согласен с Николаем Петровичем, что в культуре замечательные люди, и что таких, как в культуре, очень мало вокруг. Я бы сказал, почти никого нет. Но это не случайно. Это действительно не профессия. Я считаю, что это диагноз. Причем тяжелый диагноз. Нормальные люди в культуре не работают. Поэтому я благодарю, что так много людей, которые выбиваются за рамки нормальных. С точки зрения обывателя, конечно же, я благодарен всем, кто свято служит культуре и поздравляю вас с этим замечательным праздником. Организаторами конкурса выступили Комитет по культуре Ленинградской области и Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение культуры Учебно-методический центр культуры и искусства. Для вас выступление народного коллектива хореографического ансамбля «Фейерберг». Комитет по культуре Ленинградской области 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 В конкурсе «Звезда культуры» принимали участие культурно-досуговые образовательные учреждения, музеи, библиотеки, коллективы самодеятельности, специалисты и представители органов управления сферой культуры Администрации Ленинградской области. Кубками и денежными премиями были награждены 59 победителей, в число которых в номинации «Лучший социально-культурный проект года» вошел проект «Рука помощи», созданный Тихинским образовательным центром «Надежда». Гоньковский культурный центр получил диплом первой степени в номинации «Лучший сельский дом культуры года». Дипломами за долголетнее служение профессии были награждены заведующие сектором детского чтения Центральной детской библиотеки Любовь Пайнер, Наталья Царева, библиотекарь Центральной районной библиотеки им. Мордвинова и Галина Доморчева, преподаватель детской школы искусств им. Римского Корсакова. В номинации «Лучший преемник» была награждена Любовь Румянцева, заместитель директора по культуре и спорту Цвилевского культурно-спортивного комплекса. В жизни всё мгновенно и всё проходящее, А ты был, наверное, и ненастоящий, и до неприличия. Ты был мне неверный, ты был необычный, ты был обыкновенный. Золотая рыбка, золотая, её тебе на память подарю я, А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Золотая рыбка, золотая, её тебе на память подарю я, А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Говорила мама и лучшая подруга, Сколько было рыбок у милого друга, Белых, синих, чёрных, розовых и красных. Конечно, неприятно, но всё с тобою ясно. Золотая рыбка, золотая, её тебе на память. Конкурс «Звезда культуры» ещё не раз соберёт творческих участников со всей Ленинградской области. Елена Павлова, Руслан Туахин, Пикалёвское кабельное телевидение.